Игорь Тихонович, вы там видели, я к вам в группу зашёл? Ну, молодец. Меня Михаил сегодня... Меня слышно? Слышно, слышно. Меня Михаил к вам сегодня добавил? Хорошо. Вы не видели? Да, может, и видел. Я весь день дома не было. Я как при усадьбе собираю там ягоды ещё, калину. Ну, я слушаю и говори. Игорь Тихонович, я знаю, что вы как бы в православии давно. Я вот к вам решил в группу зайти, чтобы разобраться в одном вопросе с вами. Как бы молиться с вами тоже, узнавать что-то. У меня к вам вопрос по поводу старообрядчества. Я состою в старообрядчестве, в старообрядческой церкви. И меня там многие вещи смущают. Допустим, по поводу причастия, обрядов, нарушения. У них ереси там есть. И я как бы не знаю, вот в Раскольни... Я у вас именно решил спросить, вы здесь больше всего разбираетесь? То есть, к Раскольникам я попал или нет? Не знаю. А они у них кто? Какой митрополит? Епископ митрополит Корнилий у них, если вы про это. Корнилий, да. Но это... Да, это правильно у них, а неправильно. Это белокринитская иерархия. Да, 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 да. Я его знаю. Мы с ним переписывались. Ну, я просто заметил, что у них какие-то отвращения к некоторым святым. Какие-то ереси у них. Касаемо вообще какие-то другие у них совсем правила. Они как бы нас, новообрядцев, считают Раскольниками, еретиками. Еретиками и все отрицают. Даже у них искажения. Они земные поклоны воскресенья делают. Я вот к ним попал, и как бы меня там некоторые вещи начали смущать. Да-ка, зачем ты туда пошел, если ты православный-то? Ну, вот я вот объясню, почему я туда пошел. Я, ну, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Как бы в церкви, вы, наверное, знаете, вот я знаю Михаила Каримова. Я с ним хожу в один храм. Ходил в один храм. Я с ним там познакомился, и он меня вот сегодня добавил к вам. И там у меня разногласия со священниками начались. Они там за бороду трогают. Короче, у них много ересей. Они, как бы там один священник сказал, все, Ветхий Завет, он не нужен, выбросите его. Много ересей конкретных. У них там много такого, что они там благословляют посты не соблюдать. Они там принимают экуменизм. Они сообщаются там, молятся с мусульманами, епископы. Ну, я так подумал, что вот у старообрядцев этого нет. Ну, что-то есть, чего-то нету. Библия у них не пользуется авторитетом. Вот это первое. Дальше. Благовестников, миссионеров не было 350 лет. А это основа основ. Библия вообще никакого авторитета не имеет. Перевод неправильный. Две буквы и нельзя, а своего нету. Ну, и с чем остались. Я их очень хорошо знаю, потому что это... Я там был и молился вместе. Там меня венчали. Ну, я просто как вот... Я из РПЦ вышел, потому что они принимают все баптизм, вот этих всех. Они как бы молятся. Они принимают их за церковь. Они считают католиков церковью. Я лично считаю это неправильно. Ну, да что нам считать-то? Пускай не так. У нас все записывается, считали в интернете. Мы выставляем. Не против? Нет, я за. Я только за. Я только за. Ну, вот и все. Да ну, только делов-то. Если ты православный... Ну, и они тоже православные. Но только старый обряд. У тебя может... Ну, понятно, но я просто изучал, что у них... И епископ, от которого рукоположение, это получается Амбросий, он был извергнутый. Он был рукоположен извергнутым. Нет, он не был извергнутым. Я это хотел сказать. Он не был извергнутый. Нет, он был рукоположен. Он на покое был. Нет, это клеветники на него говорят так. Он не был. Это настоящая церковь. Ну, вот они не признают, что мы должны сказать, как есть, никому не угождая. Вот я их очень хорошо знаю. Откуда они... А, Игнат Тихонович, а католики же это не церковь, да? Ну, понимаешь, с какой позиции смотреть церковь. Мы должны признавать рукоположение. Католики, там заблуждений больше, чем у православных. Вот тоже заблуждений. Нет, вот они, вот, извините, я вас перебью. Вот они вот крестятся рукою. У них другое причастие совсем. Это же раскол. Святые отцы же их анафеми предали. Понятно. Это так. Это так, что крещения нету, только сбрызгивает и все. Вообще погружения нету. У православных хоть где-то есть, а там вообще нигде нету. Это уже столетие целое. Ну, нам все с ними разбираться. Католики-то не имеют общения никакого, ну, и лишнего не говори. Потому что надо хорошо знать. А вот, получается, знаете, вот я еще вот вышел, как бы, ну, как бы я не признаю патриарха Кирилла. Вот потому что он принял католиков. Да нам еще за это смотреть. Что они церковь, то... Я поэтому и ушел в старобряце. И я как-то сразу почувствовал, что они там про Серафима Саровского говорят, что он там в келье от табака задохнулся, что он там вот этим наркоманом был. И я вот как бы поэтому у вас решил спросить, как бы они раскольники, если они так говорят. Ну, нет, раскольники-то не от этого. А что они не признают от Никона, которые пошли святые, Иоанн Кронштадтский, Феофан Затворник, Игнатий Брянщининов, старобряцы их не признают никак. Ну, и понятно так. А православные протопопы Аввакума, Морозовых, которых канонизировали, они тоже не признают. Это православное. От нашего признания канонизация-то не так и много зависит. Господь придет, будет суд Божий. И тогда будет видно. Говорит церковь. Церковь там, где есть рукоположение от апостольских времен. Вот как надо рассуждать. А у старобрядцев есть рукоположение от апостольских времен? Белокринитской иерархии от митрополита Корнилия? Да, к митрополитой Корнилия. Откуда у них пошло первое-то? Есть, конечно, от греков. Рукоположил Павла, когда он одиночный. Это нарушается первое апостольское правило. Епископы рукополагают, когда должно быть 2-3 епископа. Так что старобрядцам-то сильно хвалиться нечем. Понятно, хорошо. Игорь Тихонович, я у вас уже 2 года смотрю, и что-то все не решался. Я хотел у вас личное разрешение спросить. А можно я у вас в группе буду пребывать? Как бы молиться с вами? Ему тоже интересно изучать. Я вообще в группу захожу в другую совсем. У вас разница с Москвой на сколько? Ну, вот я в Оренбурге, я с Михаилом в одном городе. Ну, Михаил-то... Вы от Москвы 3 часа или 4? Вот сейчас, допустим, у нас 17.43, а в Москве 3.43. На 2 часа от Москвы. Допустим, у нас 10, у них 8. Ну, а ты завтра приходи утром. Вот у нас мы начинаем в 5, а ты в 3 часа там можешь встать? А, вы в 5 начинаете? В 5, по местному 5. А по Москве это час ночи. А потом... А в Оренбурге сколько время будет? Ну, у вас будет сколько-то? 3 часа ночи. 3 часа ночи? Да. Ночи? Да. Ну, только вы уже заранее, чтобы вам дозвон был. Это хорошо, ладно, я согласен на такое. И вот завтра вы помолитесь? Помолитесь с нами? Я тоже пытаюсь ваши правила выполнять там. Поясок, я тоже в пояске бывает хожу. Тоже вот за вашим. Я вот в 4.40 поднимаюсь в воскресенье. Ну, это хорошо. Я вот это тоже все смотрю. Хорошо. Ну, вот если хотите, до завтра можете помолиться с нами. И вы увидите. Где так молятся еще? Ну, я вот... Да нет, больше нигде не молятся. Я вот сегодня на стопоклонной молитве был. Я вот просто не разбираюсь. Как вот на ней молиться на стопоклонной? Ну, да как? Смотреть надо. Я делаю так. Утром ведущий я являюсь. И мы делаем то. Все видят, где креститься надо, где кланяться. Вы увидите это все. Вам не надо будет рассказывать. И вы увидите. Если я не крестное знамение совершаю, а не поклоняюсь, так и должно быть. Утром у нас уходит ровно полчаса на утренней молитве. И сразу считается Слово Божие. Сейчас проходит апокалипсис, полное толкование. У нас трехтомник. Трехтомник вышел, переиздали. Блаженов Эпилакта с толкованием апокалипсиса. Это раньше никогда этого не было, чтобы в одном заходили. Блаженов Эпилакт апокалипсис не трогал. Ну вот так все и войдешь в это русло. Себя этим не мучай. Католики там что-то. Ну то есть вы не против, если к вам заходить? Да как это против? Наоборот приветствуем. Вы будете все видеть. Я тоже в группе состою в общине. Тебе сколько лет-то уже сейчас? Мне 17. Молодец. Ну видите как. Я вам скидывал сразу свои ресурсы? Нет, нет. Мы с вами первый раз. Я с вами давно как бы смотрю. Но я сегодня с вами только первый раз осмотрелся. Ну а я вам что-то когда-то скидывал? А, да, да. Вы скидывали, да. Я же совсем этим знаком. А ты так не ругаешься плохими словами? Нет, нет, нет. Злоречивое Царствие Божие не наследует. Это первое. Второе. Шестое Коринфянам, девятый стих. Это я знаю. Ну вот так. Вот если посмотри, там есть сайт. На сайт заходи. И там 4124 вопроса я отвечаю в университетах, когда вел занятия. У нас огромный-огромный материал. У меня три канала. Вот заходит по Слову Божию на утреннем правиле, вы будете изучать, да? Получается, Евангелие сколкование. Ну да. Не, значит, зачитывается. А вот как по вашим правилам я буду, получается, полгода молчать, да, в группе? Ну, я не составлял правила. Но так принято, чтобы человек ознакомился хорошо. А я могу вопрос задать, если у меня какой-то будет вопрос. Допустим, вот вы прочитали Писание. Я что-то, допустим, какой-то определенный стих не понял. Ну, допустим, со мной. Если даже бывает человек запрещенный, его вычеркивают. А я дверь не закрываю. Со мной продолжают общаться. Вы можете ко мне заходить. Хорошо, я вас понял. Вот так. Я там вам скидал, в какое время можно. С 4 до 4 по Москве. Да, да, я видел, я видел, я видел. Ну, вот так теперь там я, когда вам скинул, сайт. Я вот могу, допустим, вам позвонить, допустим, даже вот каждый день звонить какой-то вопрос, там, в группе, допустим, что-то будет непонятно. Или вот я что-то не пойму. Ладно, у тебя какое образование-то? Сколько классов кончил? Я 9 образов... У меня 9 классов, я 2-й курс. А куда учишься? Оренбургский государственный колледж, повар-кондитер. Повар-кондитер. Ну, смотри. Хорошо готовь пищу. Ну, вот так договорились. Вас как друзья называют? Георгий? Ну, я Георгий. Меня Егор зовут, но я это нет. Я не признаю, меня Бог знает, как Георгия. А Егор и Георгий, это одно и то же имя. Ну, я вот, ну да, ну как бы я крещён как Георгий, я поэтому Георгий. Ну, Георгия бывает. Когда маленькие там, бывает, зовут Гоша там или как-то. Как, друзья? Георгий. Так и полностью, полностью так и называют Георгий? Георгий. Да, Георгий. Ну, бывает Александр, а в обиходе дома говорят Саша, Шурик. Ну, вот теперь зайдите в скайп, это сайт называется, сайт. И там все данные. Там начитаны моим голосом 12 томов Златоуста. Я видел, видел, видел. Вот во свете Библии я вот по толкованию вот с вашего сайта занимаюсь. Я вот это всё смотрю, у меня всё скачет, у меня молитва у вас не скачет. Там аудио, 12 томов Жития Святых, Добротолюбие когда-то. Так что Библия, это раньше ещё я начитал. И всё это вы можете взять. Вот у меня книга одна. У меня вышло 38 томов книг, если знаете. То самое, так сказать, больше всего время потрачено было. Это я 40 лет собирал материал к истинному православию. Там на все... Ну, я понял, Игорь Тихонович, но я просто говорю, я вот только в группу зашёл, я могу как бы вот, ну, ошибаться. Вот я, допустим, я смотрю, у вас там все припоясаны. У меня у самого пояска нет, я вот без пояска. Нет, надо пояс. Ничего страшного? Нет, надо пояс. Как же так? С поясом был Христос, апостолы. А у меня вот верёвка есть. У меня вот есть верёвка. У меня вот верёвка обычная есть, как бы плетёная. А что ты расстёгнута, почему? А, ну, застегну... Не надо, это расхлябанность. Надо было... В армии-то тебя не призывали ещё? Я негоден. А что, причина какая? Я, как бы, ну, я по психиатрии откосил. Я здоровый, но я, как бы, специально туда попал. А что делали-то, чтобы признали больным? Я притворился. Я, как бы, сказал там, что голоса слышал. Как, что делал? Как, падал там, трясло тебя или как? Я сказал, что я слышал... Ну, я там прикалывался, потому что я там голоса слышал, специально, чтобы положили меня. Чтобы было от армии. Я в 15 лет специально лёг. У меня призыв в 16 лет начинался. Получается, комиссию проходить. Я в 15 лет, вот, перед 16-летием, вот это сделал. И меня положили в больницу и признали невменяемым. А вот в этом году меня признали вменяемым. Ну, помоги, Господи. А какой язык изучал в школе? Английский и немецкий. А как-то? А ещё два языка. Ну, сначала английский, да, но одновременно английский и немецкий. Потом английский. Сейчас английский изучаю. Ну, можешь разговаривать, читать? Нет, нет, это вообще... Это плохо. А по-немецки что можешь сказать? Ну, по-немецки нет, вообще нет. Вообще нет. Ну, ладно. Математику-то любишь, нет? Ну, нет, нет. А какой любимый предмет был? География. География. Наверное, ездить любишь, да? Нет, меня просто интересует. Я поэтому как бы разбираюсь там в материках, там в городах. Я знаю там вот эти все столицы. У меня голова здесь хорошо работает. А сколько жителей в Оренбурге? Восемьсот. 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 Что семьсот? Тысяч? Семьсот тысяч, да. Так он что, больше Барнаула? Ну, получается, да. А сколько машин в вашем городе? Ну, это я не знаю. А можете узнать. Вот в Барнауле сто восемьдесят тысяч. Угу. Понял. А вы знаете, Сихонович, вы сказали про поясок. А вот если я... А вот многие православные поясок не носят вот в храмах. Ну, давай договоримся так, Георгий. Зачем вам говорить многие, когда написано пояс? Пояс по поясе. У меня вот есть место пояска веревка, если вот как бы похоже на поясок. Я могу ей припоясываться? Можете хоть чем припоясываться. Ну, вот смотри у меня какое, гляди. Вот, смотри. Видишь, у меня нет. А, ну вижу, вижу, вижу. Вот и все, еще тут нет такого. Ну, пояс должен быть. Обязательно. Ну, то есть, вот если вот такой вот у меня будет? Пожалуйста, пожалуйста. 109 раз в Библии говорится пояс, чтобы носили. Апостолы носили. Ангелы показаны с поясами. Христос. Иоанн Креститель с поясом. Пророки с поясами. А мы кто такие? Вот так. Только узел сделай на левую сторону. Потому что правая рука у тебя больше движется. О, все. Рубашка на выпуск. Я вот поясок, я вот только в храме надеваю. Но я в старообрядстве был. Ну, как бы я вот только поясок, только в храме. Священник говорит, нужно только в храме носить поясок. Да это обман. Зачем вы думаете? А вот если вот православные не носят поясок, он не православный получается? Да видите, по одному поясу не решаем. Но, однако, написано так. Вот откройте 108-й псалом и увидите пояс, которым всегда поясывается. Какой псалом? 108-й. Сейчас слышно? Да, слышно. А что-то случилось? Да, мне просто позвонили. Ну, вот так. Ну, вот посмотрите, там, говорит, пояс, которым всегда поясывается. Всегда. Так, 108-й псалом, да? Да, 108-й. Псалом проклятия. Так, ну, сейчас посмотрю. 108-й псалом. Ну, смотри, какой там стих. Так, ну, вот 108-й псалом. Да, да, ну, и считай, там, найди, там, про пояс. Пояс, которым всегда поясывается. Не вижу. Тут и беда. Так, ну, ладно, Иван Тихонович, я понял. Нет, ну, давай прочитаем. Не надо, раз мы решили посмотреть, значит, мы посмотрим. Так, ну, хорошо. Я сейчас подойду, сейчас пойду, Иван Тихонович, я пойду маму встречу и подойду к вам. Нет, всё уже, я уже ухожу, всё. Так, ну, получается, мне пояс вообще никогда не снимать, да, вот теперь? Никогда не снимать, ни ночью, ни днём. Всё, я вас понял. Так, в группу, сейчас молитва будет, да? Ну, мы молиться будем отдельно, это пока. Вот, восемнадцатый, девятнадцатый стих, прочитай. Девятнадцатый. Так, я закрыл уже. Ну, ничего, открой, открой. А, вот, сейчас, сейчас я прочитаю. Так, вот. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Которым всегда опоясывается. Тут нам зачем... Так Библия говорит, это Давид говорит об этом. Я понял вас. 108 раз говорится опоясывается, а распоясывается только один, когда пришёл Рапсак. Игорь Тихонович, я вас понял хорошо. Всё, сейчас у нас молитва начинается, пять минут. Всё, спаси Христос. Ну, давай, встречай, мать, всё на этом, пока. С Богом. До свидания. До свидания. Спаси Христос. Аллилуйя.